Здравствуйте в студии Артем Тарасов. К 8 марта на Дону вручат 200-тысячный сертификат на материнский капитал. Гость программы, заместитель управляющего отделением пенсионного фонда России по Ростовской области Светлана Жинкина. Светлана Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас приветствовать в преддверии такого замечательного весеннего праздника и с наступлением которого я вас и поздравляю. Спасибо большое. И первый вопрос. Собственно, каков сейчас размер материнского капитала? Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей. Наверное, все прекрасно помнят, с чего это начиналось и до сих пор используют эту цифру 250 тысяч. Так вот, видите, с начала действия, с 1 января 2007 года за 10 лет он практически в два раза увеличился. Да, в этом году получается материнский капитал. Программа его отмечает юбилей, десятилетие. Я знаю, что на сегодняшний день уже 200 тысяч донских семей получили сертификаты. Да, действительно. Вот видите, такое совпадение юбилейное и 10 лет программе. И у нас, ну это у нас в Ростовской области 200 тысячный сертификат. И вот еще одно такое совпадение, что все-таки оно совпало с международным женским днем. Как раз вот подошел 200 тысячный сертификат, и мы будем вручать его, конечно же, в торжественной обстановке. И вопрос, который, наверное, возникает у многих, когда они слышат словосочетание материнский капитал. В каких случаях сертификат может получить отец мужчина? Хороший вопрос в преддверии международного женского дня. Но хотелось бы все-таки сначала сказать о женщинах, да, что все-таки прерогатива здесь, конечно, мамам. И право на сертификат имеют женщины, родившие или усыновившие вторых и последующих детей. И в том случае, если мама не может использовать эти средства, то права переходят сначала к детям или вот к папе. То есть, например, мама лишена родительских прав, или мама ушла из жизни, или совершила противоправные действия. То есть, в том случае, когда у мамы нет права, то таким правом может воспользоваться отец. Ну, это, кстати, у нас в Ростовской области 264 папы воспользовались этим правом и имеют сертификат на материнский капитал. Хочу сказать, что и они стали активно распоряжаться. Если раньше, в общем-то, практически не было распоряжений папами, то сегодня они активно используют и на обучение детей, и на приобретение жилья, то есть улучшение жилищных условий, полноправными членами являются они исполнение этого закона. Вот как раз-таки хотел бы продолжить эту тему. На что можно потратить материнский капитал и обязательно ли тратить всю сумму сразу? С удовольствием напомню еще раз о направлениях, которыми можно воспользоваться средствами материнского капитала. Ну, первое, это, конечно, улучшение жилищных условий. Оно включает в себя несколько подразделений. Это и погашение кредита и ипотеки, это и приобретение жилья, и это строительство жилья, реконструкция жилого помещения. Обязательно хочу сказать, что под реконструкцией понимается не просто ремонт косметический или капитальный ремонт. Здесь должно быть обязательно улучшение, увеличение жилой площади не меньше, чем на одну учетную единицу в данном районе. Ну, обычно она составляет 9-10 квадратных метров. То есть не меньше, чем на одну учетную единицу площадь жилая должна быть увеличена. Вот это и есть реконструкция. Можно построиться с помощью материнского капитала, то есть погасить собственные затраченные средства. Например, сначала взять половину, 50%, не более 50% средств материнского капитала использовать их и не ранее, чем через 6 месяцев предоставить документы, подтверждающие проведение каких-то первоначальных работ. Ну, может быть, это котлован сделан или, может быть, стены выведены. Ну, частично какая-то постройка, можно взять уже и последующие деньги и использовать. Это вот все, что касается жилья. Ну и, конечно же, основное направление использование – это, конечно, жилье. Вот у нас в Ростовской области 117 тысяч владельцев сертификатов уже использовали средства. И вот, отвечая на ваш вопрос, скажу, что не обязательно использовать сразу, единовременно и по одному направлению. Ведь недаром даны несколько направлений. Можно, например, погасить кредит и ипотеку. Но, наверное, это не очень удачный пример, потому что, конечно же, ипотечные кредиты составляют больше стоимости. Но, например, обучение детей. Можно обучить и старшего, и младшего детей. А можно ли приобрести автомобиль? Нет, автомобиль нельзя. Можно только улучшить жилье, обучить детей в учебных заведениях, сформировать будущую накопительную пенсию мамы. И одно из последних направлений – это компенсация затрат, потраченных на реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов. Вот обязательно об этом мы сегодня еще поговорим. Сейчас к одному из правил. В основном материнский капитал можно начинать использовать уже после того, как ребенку исполняется три года. Это вот такое, я знаю, есть правило. В каких случаях материнский капитал можно использовать до? Исключение составляют кредит и ипотека. Вот здесь можно не дожидаться трехлетнего возраста. И более того, кредит и ипотека могут быть взяты до рождения ребенка. Вот. Главное, чтобы наш ребенок родился после 1 января 2007 года и был кредит и ипотека. Вот здесь до трехлетнего возраста. И вот то четвертое направление, о котором я говорила – помощь детям реабилитации, абилитации детям-инвалидам – вот здесь тоже можно использовать средства капитала до достижения трехлетнего возраста. Вы опередили мой как раз-таки следующий вопрос. Он касается как раз-таки адаптации детей-инвалидов. И насколько сейчас это новое, я знаю, направление, насколько сейчас оно востребовано? Да, действительно. Это направление стало действовать только с июня 2016 года. Не столь активно используется, но по стране, конечно же, используется. Предварительно мы проработали с нашими всеми семьями, в которых есть дети-инвалиды и которые имеют право на материнский семейный капитал. Мы их собрали, разъяснили их право и разъяснили их возможности. Но у нас в Ростовской области где-то около двух тысяч таких семей. То есть где есть дети-инвалиды и те, которые имеют право на сертификат. То есть там двое детей. Не только условия, чтобы ребенок был инвалид. Для распоряжения что нужно сделать? Во-первых, обратиться медицинское учреждение, которое даст направление в органы МСЭК. И там выдадут индивидуальную программу реабилитации и абилитации. Внесут туда необходимость того или иного приобретения товара. Товары и услуги приобретаются в четком соответствии с перечнем. Есть утвержденный перечень, в который входит 47 товаров и одна услуга чтеца. После приобретения товара, вот значит после того, как внесли в программу, семья может приобретать этот товар. И если это не услуга, то дальше необходимо обращаться в органы соцзащиты. Они приходят на дом и составляют акт. Акт составляется о том, что приобретенный товар соответствует перечню. И вот уже со всеми этими документами родители, опекуны обращаются к нам в органы пенсионного фонда. И мы уже при проверке этих документов помогаем распорядиться средствами материнского капитала. Но точно так же, как и по другим направлениям рассматриваются заявления в месячный срок и еще в месячный срок осуществляется перевод денег на кредитный счет, открытый в кредитной организации. Наличными, конечно же, материнский капитал не выплачивается. Но вот у нас в Ростовской области пока только одно распоряжение есть. Бабушка купила своему сыну беговую дорожку и в общем-то очень радуется, потому что действительно внуку это очень помогает. Надеемся, что все, кто нуждается в такой поддержке обратятся и мы им поможем распорядиться средством капитала. А сейчас, как я понимаю, нужно в пенсионный фонд, в отделение пенсионного фонда. Конечно, в территориальные органы, да. Я знаю, что за 10 лет действия программы материнского капитала не раз проводилась компания по единовременной выплате. В прошлом году выплачивалось 25 тысяч рублей. В этом году такая акция планируется? Да, действительно. Начиная с 2009 года практически каждый год такие компании проводятся. Но если 2009 и 2010 год выплачивались по 12 тысяч, то уже в 2011, в 2012 и в 2015 году выплачивались по 20 тысяч. А в 2016 году мы выплачивали уже по 25 тысяч. В этом году мы не знаем, будет такая компания или нет. Но в том случае, если правительство примет решение об осуществлении единовременной выплаты, то, конечно же, мы к этому готовы. Потому что для подачи заявления на единовременную выплату нужен минимальный пакет документов. И на сегодня мамочки имеют возможность подать такие заявления в электронном виде, не приходя к нам в территориальное управление. Сейчас я бы хотел поговорить о нововведениях, о новшествах в плане программы материнского капитала в 2017 году. Клиентам пенсионного фонда и в том числе мамочкам предоставлена возможность пользоваться услугами пенсионного фонда в электронном виде. Вот что у нас сделано для мамочек. У нас существует портал госуслуг, которыми пользуются все граждане, и сайт пенсионного фонда, на котором можно создать, имеется личный кабинет гражданина. Те граждане, которые имеют пароль на портале госуслуг, с этими же паролями могут пользоваться и личным кабинетом гражданина на сайте пенсионного фонда. Так вот, что касается мамочек. И можно и через портал госуслуг, и через личный кабинет гражданина на сайте пенсионного фонда подать заявление как на распоряжение, на сертификат сначала, сначала же у нас удается сертификат, и так и на распоряжение. В том случае, когда подается заявление на сертификат и на распоряжение, мама должна сразу же записаться на прием, потому что по правилам она должна в пятидневный срок прийти и предоставить пакет документов, потому что у нас же нет сведений, по какому направлению она хочет использоваться и какие документы она нам предоставит. Для сертификата минимальный набор – это документы, достоверяющие личность мамы, паспорт, ее страховое свидетельство и свидетельство о рождении детей. Но она их должна нам предоставить. По распоряжению пакет документов чуть-чуть больше, потому что в зависимости от направления, по которому она будет распоряжаться. И вот здесь я хотела бы особо акцентировать внимание, чтобы мамы понимали, что когда они подали заявление в электронном виде, то нужно прийти и в пятидневный срок подать сами документы. Если бы не успели в пятидневный срок? Значит, будет вынесен отказное решение, но это не значит, что мама больше не может обращаться. Но тогда все заново нужно все документы собирать? Нет, не собирать. Их нужно представить. То есть, если в пятидневный срок документы не были представлены, вынесется отрицательное решение отказное, потому что нет документов, нет оснований. Я у вас правильно понимаю, что это не фатально, скажем так? Нет, конечно. Нет, конечно. Поэтому, чтобы не было такого случая, поэтому я и говорю, чтобы мама не забывала. При подаче заявления она сразу записывается на прием. Такая же возможность есть на сайте пенсионного фонда, да и в личном кабинете гражданина. Она записывается на прием в течение пяти дней и приносит эти документы. Вот исключение составляет единовременная выплата, которой вот как раз таки с 16-го года введено удобство для мам. Там не надо было приходить, потому что для единовременной выплаты нужно только заявление и с заполненными реквизитами, на которые будут перечислены эти средства. То есть, для мамочек все это удобство. Что бы я еще хотела сказать? Там же в личном кабинете гражданина мама может посмотреть свой остаток. Ей предоставлена такая возможность. Ведь единовременная выплата выплачивается в определенной сумме, а у мамы может быть остаток меньше, потому что распорядиться она может по разным направлениям. И для того, чтобы она точно знала, какой у нее остаток, она может получить эту справочку в личном кабинете. Справку можно получить тоже разными способами. Можно сразу в онлайн-виде на экране увидеть. Можно ее заказать территориальному управлению, если она хочет эту справочку с печатью. Но для этого нужно будет потом прийти в территориальное управление и эту справочку забрать. То есть, все удобства предоставлены. И сейчас я бы хотел с вами поговорить о многофункциональных центрах. Сейчас получение услуг через эти структуры набирает популярность. А можно ли получить и оформить материнский капитал в МФЦ? Да, действительно. Многофункциональные центры предоставляют 17 услуг пенсионного фонда. И из них вот две услуги, касающиеся материнского капитала. Это опять-таки же тот же самый сертификат и распоряжение. И, кстати, хочу сказать, что наши многофункциональные центры именно в Ростовской области активно предоставляют услуги пенсионного фонда. Вот если говорить о сертификатах, то 51% за сертификатами мамочки обратились в многофункциональные центры. И почти 55% за распоряжением средств материнского капитала. То есть практически половина мамочек обратилась к нам через многофункциональные центры. И вот на сегодня проводится работа, чтобы обращение через многофункциональные центры воспринималось точно так же, как через портал госуслуг. То есть эти документы будут восприняты как поданы в электронном виде. Поэтому мамочкам, может быть, даже и не надо будет ходить в многофункциональные центры. На сегодня они уже имеют возможность подать все эти документы в электронном виде. Программа материнского капитала действует уже 10 лет. В этом году юбилей. Как долго еще она будет действовать? На сегодня действие программы ограничивается 31 декабря 2018 года. Но это говорит только о том, что ребенок, который даст право на сертификат, должен родиться до этого срока. А вот уже обращение за сертификатом и за самим распоряжением, конечно, сроком не ограничено. Это можно сделать и после 1 января 2019 года. Может сейчас об этом еще и рано говорить, но не могу не задать вам этот вопрос. Тема пролонгации программы материнского капитала, она сейчас насколько обсуждается и какова вероятность, что будет продлен срок и дальше? Вы знаете, этот вопрос обсуждается всегда, ведь изначально закон был подписан и срок его действия был по 31 декабря 2016 года. И с учетом того, что действительно эта программа является хорошей поддержкой семьям с детьми, видите, закон был продлен на 2 года. Доживем до конца 2018 года и посмотрим, может быть, эта программа будет действительно еще продлена. Потому что ведь у нас даже в Ростовской области половина семей, получивших сертификат, имеют двое детей. А ведь очень много многодетных семей, где и четверо, и пятеро, и шесть детей, двое, не трое, не рождаются. Это действительно хорошая поддержка. Светлана Геннадьевна, вам спасибо за содержательные ответы. Ждем вас вновь в нашей студии и поздравляю вас с наступающим праздником. Спасибо большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что гостем программы сегодня стала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Ростовской области Светлана Жинкина. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова